так идем дальше друзья ника ника здравствуйте ника ника здравствуйте константинович есть возможность пересылки в песке что на статификации или сухих косточек отсутствует буду ждать осенью вот а это означает что человек вообще понятия не имел я приобретала восковский абрикос и черешни 70 процентов сходов ни один не погиб вот видите я еще даже вот перенес сюда попускал отвечу тут и забыл прикрывала заодно учеба так прикрывала тонким акрилом чтобы не завалилась снегом к июлю следующего года которая не пересаживала выросли полтора метра но к сожалению дальше пришлось продать ну вот сейчас переехали алтайский край усадьба на пригорке гоница земля суперсианая годится грунтовая вода глубоко годится мне кажется здесь косточки будет далеко теперь вопрос что зачем она мне письмо прислал потому что наверняка она понятия не отчего я располагаю вопрос есть возможность пересылки в песке что на сарикас или сухих значит и так и так значит я теперь уже несколько дней официально заявляю что все семена абрикосов слив черешен перески давно проданы вишен груш в общем все кроме яблони яблони ждут марта яблони такой маленький срок сартификации не дай бог сейчас сырой песок и они тут же ура и тут же сходить начнут а все остальное шаром песке но я специально подчеркиваю у меня лежат заготовлены сухие косточки они все в холодильнике и все погребе и там и там у них такая хорошая как бы это уже не всхожесть а сохранность сохранность да сохранность что можно вот и среди вас всех у них садов еще нет а покупают кто-то сказал посажу соседа вспоминаю подтвердите вот а кто-то сказал полегать до следующего года вот пожалуйста ребята кто сказал что в следующем году все будет как сегодня то сказал что я сейчас говорю у меня полный набор сейчас есть полный мнение только венгерки розовой помните гумора скатали так и закончилась эти тут же вот стоило мне показать да и было то господи там тут же закончились эти косточки абрикоса академик пианиста вот эти вот вот тут а все остальное есть дальше то есть да в принципе я уже все сказал хоть до старификации или сухие пожалуйста потому что этот чек написал мне еще не имея понятия а теперь возьмем косточки абрикосы 70 процентов нормально любой дурак извините за выражение может это если только он от меня получит песке тот же процент влаги только побольше побольше вот 10 косточек вот такой объем мешочки так а подобраться на пол-литровую банку и такой же сырой песочек это варианты есть не обязательно песочек и схожесть обеспечена через 70 процентов зашло да я обзавидовался знаете как не любят сходить вот видите то есть нормальный человек через процентов и черешня я специально подчеркну я слово через не добавлял за зиму ни один сальвис не погиб вот это я понимаю а что будет у того нашего антона я не знаю мне почему кажется что ведь он же каждый день деньги тратит на это без тоже никуда вот сами понимаете а вы знаете такой маленький сальвис и когда все снег целиком закрывать снегом это такая опасная вещь у меня был случай извините опытом делюсь и так сад растет полторы тысячи только я бы не считая груш там вишен и прочих этих самых абрикосов и отдельно воровали эти самые мыши грызли и отдельно вырастил я как сейчас по 200 привил 200 на эти же самые прям за забором выкапывал дичьки и на них привал и тут же это и у меня хватило ума это опыт пусть отрицательный взять и со стороны ветра а я знал у нас же там как я очень наблюдательный язык все время охота охота и у нас этот самый железнодорогу прикрывали вот эти щиты щит а под ним такое пространство а люди заметили и ветер и совершенно чистые рельсы кругом снега метр а леса чистая а была халтура там где не было вот этих вот просветов в щитах ну бывало завалить его наклонить бывало а за ним гора снега а думаю а я спасу питомник от морозов от всего от ветра и значит сделал специальный забор закрыл забор в середине лето все саженцы а им было до полутора метров вот они были сдержанный рост они были на этом на на подвоях на сибирьках все сибирьки корневой отводки сдержанный рост полтора метра восемьки на них даже были уже плодовое образование хотя было и столько год исполз и вот и все они были фактически закрыты стеком некоторые торчали верхушки вот так вот так но максимум максимум так и торчали приходит весна все которые были они мощные они в основании были вот такие вот толстенькие мощные я чуть не плакал значит больше половины из них была изломана так как молния змейка вот так знаете вот так так до самой земли 1 2 10 сотых было 200 и штук 120 было изломано какие были не изломаны те которые торчали из этого были выше то есть их снегом а снег был наносной то есть не естественно то есть это если бы не было этого забора или как это не забора защитного этого щита высотой полтора метра тогда бы ничего бы не случилось а эти были вот так изломаны то есть догадались приходит весна а также снега везде по колено а за моим забором метр-полтора за этим искусственным искусственный сугроб а потом он начал таять но как-то и днем тает ночью примерзает от примерзает вся эта масса и вот почему-то вот так ломал вот так хорошо показывает как похоже на на лидическом сети молнии вот на них похоже на рисует молнии опасно не уходить и вот получается что это тоже учеба имейте ввиду ведь одни что делают закапывать с головой а потом плачут и тем более если еще примет он еще прививка самое слабое место ломается и по прививку а другие наоборот песни выкапывает особенно абрикосы знаешь что его начинает переть вот так и получается а стал бы я рассказывать нет читаем прикрывала тонким акрилом чтобы не завалило снегом вот так вот тут есть же люди которые еще думают у которых через и сходят из расчета там три-четырех ну есть же нормально ну как было это письмо не прокомментировать так ладно ну я отвечаю кого я отвечаю ника ника я отвечаю да сухие пожалуйста вы не зря спрашиваете может быть хотите запас сделать на себя вот мокрое пожалуйста вот так вот друзья